Добрый вечер. Это программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам мы говорим с человеком, с интересным человеком. У нас в гостях сегодня Юрий Сергеевич Пивоваров, академик Российской академии наук, директор Института научной информации по общественным наукам. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Ну и, вы знаете, тема, она задана в какой-то смысле годовщинами. 2012-й – это год многих годовщин. Вот сейчас, буквально в этот месяц, мы отмечаем 75 лет террора 1937 года. И в этом же году мы отмечаем вот в эти дни 95 лет Октябрьской революции. Соответственно, если уж говорить о 1917-м годе, 95 лет Февральской революции исполнилось. То есть, можно сказать, что мы живем без монархии уже 95 лет. И вот посмотреть назад на это столетие, а может быть и на 4 столетия русской истории, а может быть и на 10 веков русской истории, посмотреть и понять, что такое монархия для России. И, отказавшись от нее почти век назад, действительно ли мы лишились монархии, или мы по-прежнему воспроизводим те структуры власти, те архетипы власти, которые были заложены в нашей истории на протяжении предыдущих столетий. Вот об этом и по всем мы и хотим поговорить с Юрием Сергеевичем. Первый вопрос, Юрий Сергеевич. Вот, так сказать, вспоминая наши беседы в эфире, за пределами эфира, зная немножко ваше, наше воздрение, позвольте вас спросить. Вы монархист? Нет, разумеется, но я думаю, что в современных условиях нет людей, которые бы сказали, я республиканец, я монархист. Ну, посмотрите на современную Великобританию, родину демократии. Это же монархия, да? Или там Испания, или Норвегия, или Швеция. Сейчас-то все совсем другое. Вопрос, вы монархист или вы республиканец, это примерно вопрос 200-300 летней давности. Сейчас в Европе невозможно задать вопрос, вы протестант или католик. А 400 лет назад, вы понимаете, что стояло за этим вопросом? Ну, все-таки нет, ну, не знаю, какие-то есть структуры идентичности. Мне кажется, в Ирландии можно такой вопрос задать. Ну, понимаете, это такие особые случаи всегда можно найти. Дело в том, что за словом монархии, или как за словом демократии, или республика кроется такое, такая без на разных содержаний, значений, что мы не можем сказать, монархия вот это, демократия, республика, или там что-то еще, это вот это. Эти слова, так всегда бывают в истории, обросли за столетия, многие столетия огромным количеством смыслов. Например, по-французски республика означает совсем другое, чем это же слово читается на восток от Рейна в Германии, или там, так сказать, через пролив в Британии, совершенно разные. Поэтому, когда вы спрашиваете, вы монархист, за этим должно последовать много других вопросов. Какой монархист, в чем, что монархист? Ну, сейчас, да, сейчас попробуйте вот так. Я понимаю, немножко с иронии задавал, как вы помните, Остап Бендер тогда на «Союзе меча» и орала, так сказать, «Вы кирилловец», когда в пловице, да, говорит, всегда. Кирилловец, это, кстати, один из разновидностей монархистов, да, были в 20-е годы, которые... Кирилл Владимирович, да. Кирилл Владимирович. Ну, тогда давайте поговорим о 17-м годе. Что такое был 17-й год? В своей совокупности и февраль, и отречение, и Октябрьская революция. Это разрыв в истории России, или это какая-то закономерность продолжения достаточно большого тренда? Вы знаете, это, конечно, дикий совершенно разрыв. Это не разрыв, а, вы знаете, какой-то открытый перелом, который практически не лечится. В феврале 17-го года все произошло совершенно неожиданно и непонятно. Ничто не предвещало ничего. И вдруг монархия пала. И начался просто развал. В России начался развал всего. Право, экономика, мораль, военные дела. Война же тогда шла. Вот о приоритете давайте посмотрим. Монархия пала и начался развал, или начался развал, и частью этого развала стало падение монархии? Нет, ну никакого развала не было. В школьных учебниках в мои времена, в советские годы, учились, что Россия проигрывала войну, что все было очень плохо. Гадкий Распутин, но его убьют незадолго до падения монархии, всем мешал. Ничего не было. Фронт стоял сильно. Экономика была вполне соответствовала необходимостям войны. Было недовольство какой-то министерской чехардой. Часто менялись люди в правительстве. Но это не самое главное. Я думаю, что был безответственный заговор верхов. Но если посмотреть с другой стороны, то есть, конечно, вот в вашем вопросе, что это результат чего-то. Около ста лет русское образованное общество боролось с монархией. Начиная от декабристов, а может быть даже чуть раньше, от родищево. И вот за столетний период и произошла эта ситуация, когда вот это вот русское образованное общество снесло монархию, не понимая. Это не значит, что монархия была прекрасна или царь был прекрасен. Но не понимая, что за этим открывается бездна. Бездна вот этого вот распада анархии. Бездна народного хаоса, вот этого хтоника. Конечно, из которой только потом может вырасти диктатура. Но дело в том, что это уже такие тонкости, сложности, но очень важные. Дело в том, что в России с 1906 года действовала Конституция. Конституция шестого года. И по этой Конституции царь по-прежнему оставался. Вот он от Бога, да? То есть его легитимность была сакральной, религиозной, от Бога. Такая традиционная, архаическая. А рядом была Государственная Дума, которая избиралась. И которая имела легитимность демократическую. И вот два этих порядка, старый архаичный и новый наступающий, они в 1917 году и столкнулись. Вот почему очень важно в главных юридических документах не противоречиво фиксировать реальное соотношение институтов политической власти. Вот тогда этого по понятным причинам, объективным причинам не удалось избежать. И это позволило кучке авантюристов. При том, что это люди, которые были всем хороши. Но в этот момент появили себя как авантюристы. То есть фактически, возвращаясь немножко на полшага назад, то, что вы сказали, монархия охраняла Россию, в том числе образованный европейский класс, от вот этой вот народной стихии. Ну, так было долго. К этому времени это уже было не так. К этому времени, к началу 20-го. К началу 20-го. Но, безусловно, безусловно, что русская монархия, особенно в 19-м веке, вела себя в целом, даже Николай I, которого принято ругать, царь, который в середине примерно века, или второй четверти века правил, вела себя достаточно гибко монархия. И она встала на путь самоограничения. Не общество заставляло ограничить полномочия императорской власти, а сама императорская власть самоограничивалась, давая обществу пространство для деятельности. Это был такой алгоритм, и это продлило русскому царизму исторический срок. То есть, как говорил известный министр Лившин с конца 90-х годов уже нашего времени, министр финансов, что надо делиться, да, он говорил, обращаясь к олигархам. Так вот, русская власть поняла, что ей надо делиться властью с обществом, иначе ее снесут. Ну, собственно, это и произошло в 5-6 году. В 5-6 году они договорились. Революция 5-6 года была очень удачной, потому что ни царизм не победил, ни общество не победило, а был компромисс. И он был в этой конституции и запечатлен, он был и зарегистрирован в этой конституции. Вы говорите, продлило срок монархии, но срок все-таки, выходит, был? Или были все шансы сохранить монархию и с ней прожить в 20 веке? Разумеется, были. Я не сомневаюсь, я, в отличие от людей, которые говорят, что история не знает сослагательного наклонения, я считаю, что она только и знает сослагательное, наклонение, в том смысле, что нужно посмотреть все варианты. Сегодня получилось, через 50 лет может получиться. Так вот, если бы не эта безответственная деятельность и не бездарная, безответственная деятельность общества и не бездарная политика власти в этот момент, царской власти, Россия бы выиграла войну уже в 17-м году, это ясно. Вместе с другими странами. И продолжился бы процесс демократических преобразований, который в России шел по нарастающей уже несколько десятилетий. Но почему же тогда так быстро пала монархия? Вот вспоминая, скажем, там Мандельштамова вспоминания, как говорит, там в марте все ходили как коты с этими бантами, продолжался этот котельон. Почему вот это вот такое было воодушевление, такая всеобщая радость по поводу падения монархии? Конечно. А Василий Рознов? Русслен, Руссленалов три дня. Три дня и прочее, прочее. Причем они скоро быстро все поняли, когда Петр Струва, один из крупнейших, так сказать, общественников того времени, кадет, мыслитель и прочее, прочее, его спросили, ну, а что ты же в феврале радовался? Его летом спросили 17-го года, он сказал, дурак был, Остров был крупнейший политический мыслитель. Все сошли с ума, все были опьянены. И знаете, на что похоже? Я так же себя чувствовал 21 августа 91-го года. Все, конец коммунизма, конец всей этой советчине, которую я не любил, как там большинство интеллигентов и так далее. Но потом уже через несколько месяцев стало понятно, что мы не в какое-то райско-демократическое, рыночное, экономическое общество идем, а в какое-то очень страшное, может быть, не менее страшное, чем то, от которого мы уходим. Это вообще одна, вы задали принципиальнейший вопрос. В 17-м году и в 91-м году в течение трех дней развалились мощнейшие государственные институты. Русские иностранные исследователи говорят, государство в русской истории играет огромную роль, оно сильное, институты государства мощные. Вот эти вот мощные институты государства разваливаются в секунду. О чем это говорит? Сильные государства, это не то государство, которое может всем голову поотрубать и забрать всю власть себе. Сильные это гибкое, эффективное государство. То, которое умеет приспосабливаться. Сейчас русские институты власти очень хрупкие при всей их громоздкости, громадности, репрессивности и так далее, но неэффективные. Они не знают, как себя вести в момент хаоса. 9 января 75-го года, не потому что власть была злая, стала стрелять, а она не знала, что делать. Впервые она столкнулась с массовыми шествиями. С массовыми шествиями. Ну вот смотрите, фактически вот эта вот быстрота распада, быстрота обвала, что в 17-м, что в 91-м году. Для меня, наверное, метафора будет, что власть скорее такая картонная больше. Вы знаете, вот как у Набокова в приглашении на казнь, вот этот в конце вихрь поднимается и сметает эти декорации. То есть очень много декораций во всем этом. Но, значит, монархия, все-таки Николай II во многом несут ответственность за то, что институты власти были настолько хрупкие, если по-вашему говорить, или картонные, если, скажем, по-моему говорить, что их вот эта народная стихия так быстро снесла. Вы понимаете, какая штука? Во-первых, тут очень важно, что, вот вы говорите, так быстро снесла, а потом быстро очень похуже и восстанавливается. Потом под вот этой вот маской советской большевистской власти очень многое из второго восстанавливается. Как и сейчас, очень многое из советской эпохи восстанавливается. Вот это тоже, кстати, надо иметь в виду, когда мы говорим, нес ли царь и его окружение, институты ответственность, безусловно, самую прямую, при том, что в отличие от подавляющего большинства историков, я считаю, эпоху Николая II замечательной, и много реформ положительных, и власть менялась в лучшую сторону, и общество менялось. Не надо забывать, что все-таки, при том, что война была достаточно успешной для России, люди за три года устали от войны, и было масса, в истории всегда играют большую роль субъективные вещи. Вот в Петрограде накопилось огромное количество запасных полков, батальонов, которые должны были быть отправлены на фронт, а они не хотели, поэтому они использовали любой момент для того, чтобы не пойти на фронт, вот эта вот неразбериха и так далее. Вот такие, казалось бы, с точки зрения большой истории, большой теории второстепенные вещи очень часто оказываются в конкретный момент решающими. А что еще снесло власть? В 17-м году должен был быть передел земли. Ну да, пятый год, 17-й. Понимаете, и уже начал трещать фронт, потому что мужики... Это не была Великая Отечественная война 41-го, 45-го года. Я не хочу говорить картонные слова и официальные, пышные, но тогда русский народ, или народы Советского Союза, они действительно встали и защитили Родину. В 14-17-й год никакой Отечественной войны не получилось. Она была, кстати, в военном отношении довольно успешной. Немножко отступили, где-то, наоборот, наступали и победили бы. Но она не вошла вот в сердце людей. Ну да, ее отечественные пытались же назвать Второй Отечественной, но не прижилось. В результате германская война, империалистическая. Конечно. Как бы не наша. И в этом смысле здесь много было таких вот, ну что ли, трагических, драматических совпадений. Но мы не должны себя ограничивать только этим, потому что если скажем, что вот монархия пал и все развалилось, так не повезло, нет. Конечно, надо смотреть в корень. Безусловно, та система власти, которая, хотя и менялась в лучшую сторону, в сторону, скажем, демократическую, ну говоря так вот, тоже картонно, но понятно, она все равно не соответствовала наступившей эпохе. Вот это вот несовпадение, несовпадение процедуров, психологии власти и так далее, наступающей эпохе, оно совершенно очевидно. Оно совершенно очевидно. Это вообще проблема не только России, а всех стран, развивающихся по внутренней логике, но несовпадение общемировым каким-то трендам, общемировым каким-то психологическим, там, я не знаю, каким-то иным ситуациям. Это всегда вот трагедия. Вот это вот. Ну да, собственно, если рассматривать историю России, ну вот, как скажем, миросистемной перспективе, как у Валерстайна, что Россия – это страна периферийного капитализма, которая век за веком пытается встроиться и все равно, так сказать, отстает. Вот по-вашему, монархия в каком-то виде была ли тем институтом, который мог встроить Россию в 20 веке в мировой капитализм? Или нужен был вот этот вот страшный слом и большевистский сталинский эксперимент, который снова нас подтянул, как в своевремя Петр и, я не знаю, Грозный до того? Да нет, да нет, все наоборот. Сначала Сталин. Сталин исключил нас из мировой системы. Я не сторонник Валерстайновского подхода, хотя понимаю, что в нем что-то есть. Я не считаю Россию там ни полупериферии, ни периферии. И вообще вся эта Валерстайновская концепция, центр периферии, она имеет, ну, скажем, 5% точности, а все остальное – это слова. В том смысле, что, ну, в каком-то смысле мы с точки зрения капиталистического центра мы можем периферии, но с точки зрения русской истории мы никак не периферии и прочее. Это тоже очень важный момент – угол зрения. Это как и физики. Но русская история ведь постоянно развивается во взаимодействии. И является частью. Мы всегда были. С западной системой. Но как раз Иосиф Сырёнович вывел нас из этой мир-системы. Мы же в 1936 году уже достигли автарки. Мы вообще, так сказать, полностью все производили, что потребляли. И вообще не участвовали в мир-хозяйственных связях практически. Что касается монархии вообще, она была очень разной. Понимаете? У нас есть традиция вот такой вот зубодробительной монархии, там, Грозного, Петра, потом в большевистском виде Сталина. У нас же есть и монархия, скажем, ну, вот избрание на царство Бориса Годунова, избрание на царство Михаила Романова. У нас есть, так сказать, демократические выборы монарха. Понимаете? Или у нас есть Василий Шуйский, начало 17-го столетия. Царь, который самоограничил, фактически дал первый конституционный акт. Он сказал, что монарх не делает этого, не делает этого. А это делает, там, скажем, русская аристократия. У нас были разные цари. Елизавета Екатерина одно, Александр Первый другое и прочее, прочее. Монархия не была равна сама себе всегда, да? Вопрос заключается в другом. Под именем монархии, под именем генсека или президентства может скрываться некий тип власти. Назовем его российским, русским. Это то, о чем Вы писали вот тогда в Вашей работе с фурсовом «Русская система». Когда-то да, но с тех пор он, конечно, изменился, и я изменились. Ну и, кстати, как, вот вы 2004 года, да, по-моему, работаете еще? Нет, нет, 1995-1996 год. А, да, я просто, да. 1995-1996 год. Тогда в основном писался. Вы вот сейчас, через 15 лет подписываетесь под этим, под всем диагнозом? Конечно, разумеется. Я подписываюсь под всем этим делом. И я считаю это, я теперь уже смотрю на это, так сказать, ретроспективно, и не чувствую, что это мы сделали. А смотрю уже как некий факт, так сказать, научный, безусловно. Потому что путинская реставрация, по-моему, абсолютно подтверждает то, о чем Вы писали. Понятно, что концепция русской системы, безусловно, себя оправдала, и концепция русской системы, безусловно, имеет, я здесь не хвастаюсь, но она имеет отношение к реальности. Я думаю, можно нашим слушателям напомнить пару вещей, что это, так сказать, моноцентризм власти, власть как основной субъект. Моноцентризм придумали потом, моносубъект. Моносубъектность, да, как основной субъект. Что власть, это моно, значит, единственный субъект истории, все остальные, так сказать, это объекты. Мы там еще говорили о популяции, это народ, лишенный энергии субъектной, это лишний человек, это интеллигенция и прочее, прочее. Но не в этом дело. А дело заключается в том, что действительно власть в России, власть в России, обладает совершенно какими-то фантастическими возможностями ни в одной стороне христианского мира. Мы не знаем такого типа власти. Потому что, безусловно, наша власть сформировалась во многом и под влиянием ордынской власти. Мы не только наследники Киевской, Руси-Византины, наследники Золотой Орды. И самое главное, что это не только, что эта власть всеобъемлющая, а что эта власть не предполагает правовых рамок, просто не предполагает. И в этом смысле правового государства здесь быть не может, пока есть такой тип власти. И эта власть исключительно насилия. Власть всегда это смесь договора и насилия, конвенции насилия. Конечно, властитель обладает властью, но есть договор с подвластным. А что он ему за это и какие условия? Вот это европейский, типа ли западный. Наша же власть в обличии монархии, генсекство или президентство. И это все теперь закрепляется уже в законах. Нынешняя Конституция абсолютно это все закрепляет. Президент над системой разделения властей. Практически его решение неотменяемое. Так же было де-факто у коммунистов, так же было и у цари. Здесь Конституция вообще ведь фактически воспроизводится. Это и, я где-то у вас, по-моему, читал, это и проект спиранского 1809-го, и Конституция 6-го года, и затем Конституция 93-го года. Да, конечно. Это все этапы большого пути, где юридически закрепляется сначала власть монарха, теперь президента над системой разделения власти. Скажем, американский президент, мощнейшая власть. Но он глава исполнительной власти, и он ограничен двумя важными властью. Ну да, сдержки и противовесы. Верховным судом прежде всего, ну, парламентом, плюс системой федерализма. Очень важная система федерализма, тоже ограничения мощные. Президент во Франции ограничен, ну и так далее, и так далее. Что касается России, по-прежнему, здесь дело, опять же, не в монархии, в прямом смысле слова, или республики. Еще в 19 веке русские мыслители сформулировали концепцию самодержавной республики. То есть, все это можно оставить даже в условиях республики. Причем интересно, что это сделали либералы. То есть, люди, которые должны были бы стремиться к другому. То есть, это такой русский мейнстрим, русская основная дистанция. Но от нее надо уходить. Она неэффективна. Век за веком, десятилетие за десятилетием мы воспроизводим один и тот же архетип власти. А рядом есть другая традиция, самоограничение власти. Другая, например, наши земские соборы, которые были в второй половине 16-го, и все 17-е почти столетие. Как бы к ним ни относиться, ну, конечно, они ограничивали власть. Но, безусловно, разумеется, реформы Александра Второго с земством ограничили власть. Потому что на уровне губернии и уезда власть уже была ограничена. Но есть ли какой-то кумулятивный эффект в этой истории самоограничения? Глядя на американский федерализм, я понимаю, что есть. Глядя, скажем, на германский, я тоже вижу. Но у нас, понимаете, это какие-то эпизоды самоограничения власти. Нет, нет, нет. А власть как катит по этой колее этот паровоз. Нет, нет. Я думаю, что вот 19-й век, хотя, казалось бы, не было никаких органов, ограничивающих власть, показывают, что многостолетняя работа по ограничению, демократизации, плюрализации власти, она приводит к тому, что само самодержавие вступает в союз с либеральными общественными силами и проводит либеральные общественные реформы. Ведь это так всегда было. Правящая бюрократия, просвещенная, объединялась просвещенными консервативно-либеральными кругами общества и проводили разумные эффективные реформы. 17-й год прервал эту тенденцию. Прервал. Но интересно, что Ленин очень скоро одумался. В 21-м году, когда вводится НЭП, когда он пишет свои последние письма. То есть, с одной стороны, он запрещает всякую демократию, остатки демократии, но, с другой стороны, он понимает, что нельзя войти в это, это совершенно бесконечный тупик будет. Ну, при Сталине другая эпоха. Только заметим, что сталинская эпоха – это эпоха вообще авторитаризма и тоталитаризма во всем мире. Потому что не только там Германия, Италия, Испания. Ну да, даже новый курс в каком-то смысле. Неудив, безусловно, он является таким. Более того, социальная политика католической церкви становится авторитарно такой вот современной, так сказать, как ни странно. Пи-6. Там многие были вещи, но, так сказать, вот это вот все, посмотрим, какие мощные... То есть, Пи-Пи-12. Пи-12. Какие мощные были авторитарные вещи в Польше, в Балтийских странах, там потом Хуан Перрон и так далее. Это была вот эпоха по всему, по дорожке по бульвару, по всему земному шару. И в этом смысле мы, может быть, были наиболее интенсивны авторитарно-тоталитарно. От Сталин входил вот в этот вот архетип русского царя? Разумеется, входил. Более того, его, в общем-то, народ и воспринимал как царь. Я просто знаю от людей, которые говорят, ну, конечно, он царь и все такое прочее. Эмиграция его воспринимала как такого псевдо-царя, но все равно псевдо-нацаря, да? Псевдо-нацаря, особенно когда он, так сказать, восстановил патриарство, вел погоны, там, сменил гимн и прочее, прочее. Да, и все эти люди с восторгом смотрели на блестящих молодых советских гвардейцев, которые, так сказать, вошли в Берлин и прочее, прочее. Но все это сейчас уже арето. Сейчас нужно думать действительно о том, как уходить вот от этого типа власти. Россия уже его пережила. И весь мир пережил уже. Уже все страны от этого отказываются. Понимаете, какая вещь? Если говорить о Сталине, ведь тут же не только была некая внешняя оболочка власти, здесь была и внутренняя некая легитимность. Я вот сейчас хотел бы еще до перерыва поговорить о том, почему все-таки воспроизводится. После перерыва поговорим, какие есть у нас возможности уйти от этого типа власти, почему воспроизводится. Есть ли в народе вот такая вот имманентная патернализм, патриархальность, склонность к этому, к подчинению царскому типу власти? То, что русский народ каждое столетие вот это ждет этого белого царя. И в результате появляется такая народная монархия, даже поверх голов правящего класса, вот эта вот живая связь между царем и народом. Да, разумеется, понятно. И это заложено в глубинах истории вообще. Когда мы говорим о какой-нибудь малоизменяемости основных русских, таких исторических, в том числе властных типов, архетипов, мы должны помнить, что то же самое в Польше есть, то же самое в Италии, в Испании, в Германии и так далее, и так далее. Это все меняется, но, тем не менее, эти архетипы некие остаются. И в этом смысле мы не исключение. Да, мы, как и все, в этом отношении. Ну, а в наших условиях, конечно, посмотрите на русскую историю, хотя бы на элементарную вещь. Всегда большая территория и малое население, и плохая коммуникация между этим редко разбросанным населением. Нужен некий штаб, который бы все это... Понимаете, все эти самоуправления, рыночные экономики и частные собственности возникают там, где маленькая территория и много населения. Греция, Рим, потом Западная Европа. На больших и плохо населенных территориях демократия маловозможна. И хотя, скажем, Соединенные Штаты это другое, но мы же знаем, что все это начиналось с Восточного побережья и распространялось постепенно потом на все. Ну, и она же не эндогенна в Америке, она все-таки принесена была, так сказать, сливки сливок. Это Англия исключение из Европы и протестанты исключение из Англии. Это вообще дочерние предприятия Европы, конечно. Это Европа как бы поставила еще один эксперимент, который оказался гениально удачным, поскольку Америка при всех недостатках, как и в любой системе, создала очень прочную систему. Причем американская система это не правление из Белого дома, это все снизу, да, вот это вот самоуправление и суд, да, играющий огромную роль, и религия. Американская политика из всех западных политик и политики наиболее, конечно, вот регулируется ценностями христианских различных, так сказать, сект, там, направлений и прочее-прочее. Тут по-другому. И у нас, если уже говорили о религии, тоже большая роль в, собственно, легитимации нашего царя, потому что наш царь это и первосвященник, да, это и глава церкви. Да, конечно, и все это раньше даже началось, мы взяли византийскую модель взаимодействия царской власти и власти религиозной, модель симфонии, модель, где церковь полностью отказывается от участия в мирских делах, полностью подчиняется, но зато император полностью подчиняется в религиозных. На практике это приводило к тому, что, конечно, царь господствующим становился, потом он стал царь-священник, Москва-третий Рим, все эти сакральные вещи. И вот эта вот религиозная легитимность, она сохранялась до, в общем, революции, до революции, мы вошли с этой религиозной легитимности. Вообще есть два типа легитимности наука, говорит, власти, это вот этот религиозный разный вариант и демократический, да, когда власть принадлежит народу. В России это было так, было до практически 1917 года. И Сталин, Сталин, благодаря и личным качествам, и традициям, и внешним обстоятельствам, безусловно, вот в этой псевдорелигиозной форме, конечно, потому что смерть Сталина, это такая же трагедия была для советского народа, как, скажем, бегство Ивана Грозного в декабре 1564 года. Опрични, когда он ввел, или прекращение династии в 1598 году Рюриковича, и началась смута, смута ведь началась, потому что россияне-москвичи потеряли царя, царь, это вот бог. То есть некий такой остров мироздания, вертикальная ось. Это содержание жизни, это содержание жизни. И 5 марта 1953 года одни проклинали и кричали, там, сдох людоед, это Солженицын пишет в раковом корпусе в лагерях, а другие, в том числе пострадавшие от этого Сталина, как моя семья, рыдали и плакали. Он же убивец, с одной стороны, но с другой стороны, он отец родной. Хозяин. Без него невозможна жизнь, понимаете? Хозяин земли русский, да? Конечно. Как это в свое время написал в опросе Николай II. Сталин с той же правомощностью мог написать. Гораздо больше. Потому что Николай все время отдавал свою власть различным общественным силам. Все время он раздавал свою власть. Сталин же все собрал. О том, кто является хозяином земли русской, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня с академиком Юрием Сергеевичем Пивоваровым, директором Института научной информации по общественным наукам. Говорим мы о царе, о монархии, о том, в какой мире монархия является архетипом русской власти, архетипом русского мышления. И о том, кого из лидеров XX и XXI века можно было бы считать монархом. То есть вот Сталин – это был классический русский монарх. Кстати, вот мы говорили о религиозной легитимности. Ведь Сталин, он и первосвященником марксизма был. Если считать марксизм религией, то… Псевдорелигия, но псевдорелигия. И в этом смысле Сталин псевдо-царь. Ну, марксизм занял место, которое, собственно, уж отдало христианство. Ну, вы понимаете, какая штука, он не то чтобы занял, он, уничтожив христианство, пытался занять. Но оказалось, что он очень быстро, уже, скажем, не то что ваше, но даже мое поколение уже к этому относились вполне иронично и так далее. Ну, дальше, если смотреть после Сталина, генсеки, они были в каком-то степени, в какой-то степени воплощали в себе это? Ну, пусть не идеал вот этого белого царя, но в функциональном смысле занимали вот это вот место царя. Они пытались, конечно, потому что, скажем, Никита Сергеевич Хрущев, развенчав культ личности Сталина, я извиняюсь за штампы в словах, но он ведь во второй половине своего правления начал свой культ насаживать. То же самое произошло с Леонидом Ильичем, если вы помните, может быть, уже помните, что сначала Леонид Ильич пришел как элемент коллективного руководства, а в конце жизни начался его культ. Ну, потом все, конечно, сломалось уже. Горбачев не был, мне кажется. Нет, Горбачев не был, никогда не стремился, и уже эпоха абсолютно переросла, все это, и всякие попытки реставрировать это, они неудачные. Но когда мы говорим о монархии, этот вопрос надо разделить на две части. Есть правление, когда правит один, есть правление, которое правят многие. Многие, значит, монархия и полиархия, не республика или там и так далее, а полиархия. Да, даль называют. Да, да, да. Когда много есть институтов власти, которые разделены, ну, вместе с тем и совместно работают, это такой современный стиль правления. Он отвечает современному обществу. Что современное общество, какой нерв современного общества, главное, выборы. В каком смысле выборы? Вы здесь в магазины выбираете, в какой автомобиль вы выбираете. Человек все время стоит перед выбором. В отличие от жизни в деревне или в закрытых обществах, где там все диктует обычаи, традиции, такое биологическое, так сказать, единство. Здесь же человек каждый день выбирает. То же самое и в политике. Современному типу человека соответствует политическое устройство, где есть много различных вариантов. Эта партия или эта партия, этот профсоюз или этот профсоюз. Идти ли в министерство или идти в общественную организацию, идти ли в суд. То есть полиархическое, много институтов власти. Другое дело, что это надо выстроить, чтобы все это работало, чтобы все это не стало анархией. Это одно. Другая вещь. А можно ли вернуть монархию? Почему нет? Это вот Испания показывает. Испания после авторитарного правления Франко. Причем Франко сам выбирает себе наследником. Причем та же династия, что и правило до Франко. Бурбоны. Как мы знаем, Хуан Карлос, сейчас уже старенький человек, сыграл потрясающую роль в истории Испании конца 20-го, начала 21-го века. Особенно в первые постфранковские времена. Роль стабилизатора, роль арбитра, роль человека, которому доверяют. Ну да, то есть монархия очень часто, не знаю, взять хотя бы реставрацию Мэйдзи в Японии. И опять-таки переходный период, это вот это очень опасный период строительства капитализма. Но с другой стороны, это же привело Японию к милитаризму и к трагедии Второй мировой. Разумеется. Но посмотрите, что как удачливы и удачны конституционные монархии Европы. Вот если посмотреть на страны, где лучше всего живется обычному простому человеку, это как раз эти страны, там Британия, Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, вот теперь к этому Испания, которая, несмотря на все кризисы, все равно выползет из всего этого. То есть идея конституционной монархии, когда сохраняется традиционный институт и сохраняется такая некая консервативная, веками накопленная, вот сознанием этих людей власть, а с другой стороны существует современный и меняющийся демократический порядок, это очень здорово. Пётр Леонидович Капица, крупнейший наш физик, говорил, что во всех странах должен быть такой орган, который бы, ну вот как бы он стоял над схваткой и все эти силы в известном смысле уставил на своё место. Ну, у нас же есть, если посмотреть на Конституцию 93-го года, у нас суперпрезидентская республика, и, собственно, вот я хотел на нынешнее время перейти на Конституцию. Вот мы говорили о генеральных секретарях, о Сталине, естественно, до того. Вот, скажем, начиная с 93-го года, Ельцин, ведь он фактически тоже царь Борис. Не-не-не, речь не в этом, я всё-таки вернусь к Капице. Он говорил, в Англии это Королевский дом и палата лордов. Он говорил, в США это Верховный суд, который может ограничить. А в СССР это была середина 60-х годов, это была Академия наук. Сейчас это странно даже слышать. Ну, сейчас, да. Да, но потому что тогда вот этот вот конклав физиков, которые определяли, будем ли мы в сверхдержавы или не будем, мог писать письма в политбюро и требовать. И что-то пытаться ограничить, что-то пытаться направить в более мирное русло и так далее. Вот, но копиться, так сказать, от бедности, потому что ничего другого не было. Время технократизма было, Стругацкий и все дела. И это иногда и работало, не стоит переоценивать. Что касается Бориса Николаевича, Владимира Владимировича, они просто действующие политики, они хозяева земли русской. Они ведь не британская королева, которая может поморщиться. Ну и политики подумают, а может быть не будем. Мне кажется, что Владимир Владимирович сейчас понемножку вживается в этот стереотип. По крайней мере, мне кажется, что вот сейчас на третьем своем сроке он ищет способы прямого общения с народом, прямой легитимности. То есть вот это вот воспроизводится русский стереотип «хороший царь, плохие бояре». Вот сейчас с Сердюковым пошла вся эта история. И вот он напрямую идет к Уралвагонзаводу, напрямую идет в Ложники, читает им Лермонтова. Умрем же ж под Москвой. И все это, может быть, воспроизводится вне даже желания самого конкретного, вполне современного Владимира Владимировича. Но вопрос заключается в том, что мы говорим о другом. В современном мире монархия традиционного общества со всеми этими религиозными, с ограниченными ценностями, где царь это бог, а поэтому любое его решение это все, это уже не работает просто. Во всех, включая даже Китай, между прочим, тоталитарный Китай, во всех успешных странах, успешных экономиках, успешных обществах обязательно выбирается некий, по-своему, конечно, конкурентный, состязательный политический процесс, полиархическая многовластная модель, при том, что есть некие трабы. В Китае это 5000-летняя культура, которая диктует им, кто когда уходит от власти, кто когда возвращается, что делать с победившим, что с проигравшим. На Западе это право, законы, вот такие институты, как Верховный суд, или Английская монархия, или Бурбоны в Испании и так далее. А у нас? А у нас этого нету. По Конституции 93-го года, в принципе, некоторые решения президента может отменить Конституционный суд. При Борисе Николаевиче так пару-тройку раз было. Сейчас Конституционный суд в силу, опять же, русской политической традиции, правовой традиции, потерял свое значение, хотя Конституционно он имеет право на это. Поэтому Россия очень резко, просто вот до невозможности, нуждается в некой трансформации Конституционного устройства. Не новая Конституция, но некоторое перераспределение полномочий. Внутри, кстати говоря, в Высшей школе экономики подготовлен такой проект под редакцией профессоров Краснова и Шаблинского, и готовятся другие, там и Конституционный судья Марчукова участвовал, готовятся другие. Есть различные идеи некого перераспределения мирного, спокойного, неспешного. Ну, в пользу кого? В пользу, например, ну, например, моя идея в том, чтобы не участвовала исполнительная формирование Конституционной системы, вообще судебной системы, и не давила на законодательную таким образом. Безусловно, в пользу премьер-министра, в пользу, так сказать. То есть надо использовать, сдвинуться, скажем, во французскую систему, где и президент, и премьер, хотя президент первый, но премьер гораздо большими полномочиями пользуются. Ведь, например, по Конституции 93-го года, как и 6-го года, все силовые министры плюс МИД, там чрезвычайные ситуации, подчинены напрямую президенту, а не премьеру. Может быть, подумать, чтобы все-таки их вывести, отдать премьеру. Нет, ну здесь, естественно, можно вспомнить и отмена выборности губернаторов, которая понемножку сейчас возвращается. Перераспределение. Конечно. Ну, Юрий Сергеевич, с другой стороны, вот то, что вы сейчас говорите, я абсолютно со всем этим согласен, но не есть ли это извечные либеральные мечты русской интеллигенции? Потому что, если посмотреть на реальный политический процесс, вот мне кажется, сейчас как раз идет некое такое оформление идеи наследника, наследия. Вот был недавно такой очень интересный доклад Минченко, вот этот полюбюро 2.0, который совершенно неожиданно, в общем-то, заканчивается идеей, что сейчас власть консолидирована, и сейчас на повестке дня власти стоит оформление института наследников. И наследников крупных состояний, и наследников власти. И, собственно, чем занимался Владимир Владимирович последние уже 6 лет? Оформлением института наследников. Был временное место блюститель. Все понятно. Вот Медведев сейчас как бы... Вот Лукашенко решает этот интересный этот вопрос. Вот он растит, растит себе сына наследника. Может, у нас тоже верховная власть по этому же пути пойдет? Значит, ну, во-первых, она уже пошла. Да, мы это уже наблюдали. Это первое. Но вот по поводу извечных либеральных мечтаний. А русские либералы не были мечтательными. Это самые реальные и практические, иногда даже цинические, извиняюсь, силы в русском обществе. И русский либералист в течение 19 века, он и создал эту модель Спиранского, реализовал все эти реформы вместе с просвещенной частью власти. То есть либерал, это не такой, знаете, слабосильный очкарик, такой вот оторванный от народа. Это практический деятель, который реально поднимает Россию. Это первое. Второе. Нет, не получится. Дело в том, что русская историческая власть, в том виде, в каком вы видите ее восстановление, она соответствовала эпохе такого традиционного архаического общества и небольшой прослойке вот этих либералов, просвещенных бюрократов и так далее. Современное российское общество, современно, современно. Десятки миллионов людей уже являют собой гражданское общество, плохо структурированное, плохо, может быть, осознающее себя, боязливое, неумелое. Но если раньше в России власть была всем, то сейчас она стала только частью. Она уже исторически, эта власть, не может вот эти свои властные инстинкты экстраполировать на все общество. Уже целые сегменты этого общества живут по своей внутренней логике и развиваются, хотя, конечно, власть на них влияет. Более того, раз эта власть выбрана, мы должны с ней обращаться как с выбранной властью. Это наша власть, мы можем ее критиковать, мы можем пытаться ее изменить, но это наша власть. Я резко против, например, таких лозунгов, как до революции долой самодержаве или долой эту власть. Потому что эта власть худо или бедно, что бы ни говорили, но она избранная власть. Это демократически легитимизированная власть. И даже если она сама косит в сторону, так сказать, традиционно русской моносубъектной власти, тем не менее мы должны быть очень осторожны. Как в 17-м году не были осторожны эти самые либералы и уронили эту плохую русскую власть, а потом получили чудовищную русскую власть в лице ленинско-сталинской диктатуры. Большое гражданское общество, миллионы и миллионы людей, все опросы говорят о примерно 20 миллионах людей, которые готовы и могут жить, так как живет нормальное европейское гражданское общество, средний класс. И это действительно люди, творческие, устремленные вперед, толкающие страну вперед. Им обязана соответствовать соответствующая власть. Власти придется меняться. 20 миллионов, да, примерно это те же, которые по статистике имеют загранпаспорта, те же 20 миллионов человек. Но, Юрий Сергеевич, еще 120 миллионов, которые, вот не знаю, что с ними. Вот посмотрите фильм «Елена», да, для меня такой очень знаковый. Не видел. Очень интересно, и он как раз вот об этом столкновении, собственно, за год, еще за два вот это вот болотное и поклонное, может быть, такой вот продвинутый и более либеральный класс, и вот это вот народная хтоника, вот это вот архаика. Я думаю, о тех 120 миллионах, которые, может быть, уже, так сказать, немножко иначе смотрят на жизнь. Но вот сейчас, например, вот в контексте последних выборов, хорошо говорят, да, Путин плох, при нем воруют, соседние прокурорские воруют, менты воруют, но если не Путин, то кто? И вот это вот, по-моему, вот этот архетип воспроизводства вот этой вот царской фигуры. Если не Путин, то кто? Я отвечу. Что делать с этими 120 миллионами? Ну, во-первых, имейте в виду, что в любом обществе современном, самом продвинутом, демократическом, со всеми традициями, тоже лишь одна часть, может быть, чуть больше, чем у нас, одна часть является таковой. Другим, в общем, да, лампочки, другие вообще живут какой-то другой жизнью. 20 миллионов – это очень много, на самом деле, поскольку это не дети, не старики, это вот люди в основном среднего возраста, те люди, которые что-то в России по-настоящему делают. Но в начале германского пути послевоенного, когда Западная Германия пошла вот от ужаса, фашизма, к тому, к чему она пришла, к общему неплохому социальному устройству, там была гораздо меньшая часть общества, готовая на это пойти. Что касается наших 20 миллионов, они должны, они обязаны сформулировать свои требования, свою позицию. И когда будут говорить, если не Путин, а кто, можно сказать, да, а вот есть программа другая, есть программа экономического развития, внешней политики и так далее, та, которая отвечает потребностям России. Пусть она конкурирует только в конкуренции. Консерваторы, либористы, галлисты, социалисты, христианские демократы, социал-демократы, демократы, республиканцы, необходимо вот этому вот властному блоку, привластному блоку политики противопоставить в самом лучшем смысле слова для того, чтобы Россия творчески развивалась, конкурентно способную оппозицию, которая, может быть, когда-нибудь придет в власти, а потом снова ее потеряет, а потом снова придет. То есть необходима вот эта конкурентная демократическая система, вонятная, и оппозиция должна не кричать долой того или долой сего, она должна сказать, а что она собирается делать с доходами, с пенсиями, с внешнеполитической ориентацией. Мы что, часть Европы, мы часть Запада, или мы что-то другое. Россия должна иметь конкурентную политическую, социальную, экономическую программу, но, разумеется, программу не на разрушение основ, не на подрыв. И с уважением к нынешней власти при всей критике к ней. Ну да, но здесь некий замкнутый круг получается, и порочный круг, потому что как раз власть, когда она веет хоть какие-то попытки формулирования конкурентной повестки дня, она их тут же зачищает. Вот это вот выжженное пространство политическое, отсутствие политической вообще жизни. Оно к тому и ведет, что эти 20 миллионов ничего не могут сформулировать. Хотя я с вами абсолютно... А я вам скажу, не надо бояться. Когда возникло правозащитное движение, когда возникло правозащитное движение в 60-е годы, по нему постоянно наносились удары. Действительно, какие-то люди страдали, кто-то уезжал и так далее. Но постепенно их идеи стали охватывать даже головы и сердца либеральной коммунистической интеллигенции и так далее. Не было бы Горбачева без этой правозащитной деятельности в 60-е, 70-е годы, без оттепель, без всей этой относительно свободной литературы, кино и так далее, то, что после 20-го съезда возникло. И в этом смысле работа вот этого современного гражданского общества, она даже если не будет неудачна сегодня, она не пропадет, скажем, через 5 лет, потому что все равно вот эти флюиды, тем более с использованием интернета, когда ничего не надо спрашивать, а ты сам, так сказать, можешь все это делать, это все равно работает, только это должно быть очень аккуратно, очень осторожно, очень ответственно, чтобы не повторить ни 17-й год, ни 91-й год, не разваливать пусть плохое, но государство, пусть плохое, но порядок, потому что за ним придет хаос. А если будет хаос, там любой может фашизм вырасти из этого. Вот не, упаси Боже, оппозиция должна быть очень конструктивной и осторожной. Но последовательной и твердой. Знаете, я соглашусь с вами относительно 20 миллионов, потому что, наверное, это, ну, нет, гораздо меньшее даже количество, может быть, 1-2 миллиона, которые участвовали в революции 17-го года, да, и реально, так сказать, привели к изменению системы. И вот, скажем, 91-й год, это те же 20-30 миллионов городской образованный класс, которые пошли за Горбачевым, которые перешагнули Горбачева, да, и понеслась эта волна дальше, национально-освободительное движение. Вот, ну, вот у этих в 91-м году, я думаю, была своя повестка дня, да, потому что было какое-то видение будущего, куда идти. Был вот этот вот, так сказать, идеология, идеологема цивилизованный мир. Мы шагаем в цивилизованный мир, мы не просто против коммунизма, мы идем к цивилизованному миру. А сейчас вот у наших 20 миллионов нет. Задача та же, идти в цивилизованный мир, стать его частью. А Россия так, мир, почему, давно является частью этого цивилизованного мира. Мы очень недооцениваем. Вот я только что вернулся из Дубны, где институт ядерных исследований. Там по-прежнему не только просто мировой уровень науки. Они по целому ряд направлений являются единственными. Никакие не Соединенные Штаты с огромными деньгами и миллионами приехавших ученых не могут конкурировать. То есть мы часто не знаем, что у нас есть еще по-прежнему, и несмотря ни на что даже поднимается и развивается наука, как и естественная, так и социальная. У нас есть и прекрасные образовательные учреждения, вы знаете, возникают новые. Высшие школы экономики, российские государственные гуманитарные университеты, наряду со старыми традиционными, там, МГУ и так далее. То есть Россия не только находится в каком-то тяжелом положении, в кризисе, в тупике. Есть мощные точки роста, которые, так сказать, становятся целым полем. Не надо забывать и этого, и недооценивать себя. Мы часть цивилизованного мира, мы должны находиться в этом мире. И, безусловно, у нас нет... А какой другой путь? В какой нецивилизованный мир нам идти? Куда? В Иран, в Северную Корею? А куда идти вообще? Никто же туда не хочет идти. Ни Владимир Владимирович Путин, ни Дмитрий Анатольевич Медведев. Ни мы с вами не хотим Северной Кореи. Ну, вот надо как-то вернуть этому понятию цивилизованный мир, Запад, демократия, какие-то их первичные позитивные значения, которые были у нас 20-25 лет назад. Потому что сейчас наши идеологи настолько это все скомпрометировали, что... Но, вы знаете, я хотел сейчас о другом все-таки поговорить, уже ближе к концу нашей передачи. Вот этот вот переход, который нам, видимо, все-таки очевиден, который нам, видимо, необходим, может быть, действительно какая-то такая квазимонархическая структура была бы возможна? Не знаю, может быть, со стороны кто-то может прийти или... Потому что если вы говорите, что будет передаваться власть, будет... Я не говорю с... Нет, нет, не передаваться власть, а некое ограничение вот этой вот суперисполнительной власти, суперпрезидентской фигуры. Вот, может быть, нужен какой-то верховный арбитр, который за всем этим будет наблюдать. Даже если представить себе, что в России когда-нибудь восстановится монархия, и будет конституционная монархия, эта система не предполагает такой сверхфигуры, как сейчас наш президент. Конечно, это должна быть фигура, ну, условно говоря, премьер-министра, который, конечно, правит и главный человек, как, например, там, Дэвид Кэмерон в Англии сейчас, или Ангела Меркель в Германии. Ведь вот у немцев очень интересная система. Они отказались от... У них же тоже была сверхкайзеровская такая монархия, империя. Потом у них был фюрер, как мы знаем, да, который тоже был такой квази, да, царь. А потом они сделали так. Президент — это фигура моральная. Президент — это фигура, которая стоит над схваткой. Она символизирует единство страны, традиции и прочее, прочее. А правит непосредственно канцлер, премьер-министр. Так вот, при восстановлении конституционной монархии в любой стороне какой-то фигуры такого диктатора, условно говоря, невозможно. Поэтому конституционная монархия возможна только при условии очень сильного изменения. Со стороны, конечно, после ста лет русский народ никого не примет. Я скептически отношусь, гипотетически, теоретически, я не исключаю этого варианта, всякое в истории бывает. Но скептически отношусь для практической реализации сегодняшней. Какого-нибудь там, я не знаю, иностранного монарха. Принца Гарри вот Березовский предлагал. Ну, понимаете, это, как говорил Мандельцам, давай еще раз поговорим ни о чем, да. Это все пустое, если все-таки реально. Нет, пока, видимо, мы очень далеки от этого. Я бы больше того сказал, конституционную монархию надо заслужить. Понимаете, это высокий уровень, это красивый уровень оформления политических институтов. Он, может быть, даже и желанен. Но сейчас у нас республика. Республика. И всякое покушение на республиканский строй. Есть государственная измена, которая должна жестко караться. Пока у нас эта конституция, она должна исполняться. Я когда-то был сам певцом этой конституции, считал ее совершенно адекватной. Сейчас я говорю, что мы, общество, переросли. Мы должны ее менять. Но пока она работает, мы должны ей подчиняться. Менять в том направлении, что убирать вот эти суперпрезидентские функции в пользу больше и дальше. Да, и использовать все правовые механизмы, которые заложены в конституции. Понимаете, ведь есть конституция, ее можно использовать. А можно не использовать. Понимаете, и править как бы, ну, есть, да. Ну, вот она там в шкафу где-то лежит, а мы правим. То есть, как говорили старые правозащитники в 60-е годы, пусть коммунисты исполняют свою конституцию. Так я скажу, критикую эту конституцию. Давайте ее сейчас будем пока исполнять. Если там написано, что президент избирается на всеобщих, тайных, равных и так далее, давайте голосовать. Считаю, кстати, ошибкой удлинение срока президентства. Вот французы, например, от 7 лет пришли к 5, мы от 4 к 6. Французы верно уловили ситуацию. Причем, к чести французов, Шарак ограничил свое пребывание на посту. Он отрезал себе 2 года, которые ему прежние. Но мы у французов, по-моему, и брали, да, собственно, вот эта суперпрезидентская республика. Нет, 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 это большое заблуждение. Это концепция старая русская. Есть некоторые элементы схожие с французской, некоторые элементы. Но, по сути, она совершенно по-другому работает. Тем более, что во Франции есть масса других институтов, которые ограничивают власть, которых нет в других странах. Экономический, социальный совет, там всякие и сенаты, и госсоветы, там масса всего. Но ведь французы в этом смысле, они и законодатели мод. Это как бы вот, хоть мы говорим римское право, но, во всяком случае, в Европе господствует французское право, которое, конечно, от римского идет. То есть вы считаете, что мы, невзирая на то, что история подтверждала вашу правоту вот этого теории русской системы, идеи русской системы, обречены, вынуждены выскочить из этой, должны выскочить из этой колеи? Для меня русская система, не знаю, как для моего соавтора, но для меня русская система, это одна из возможных попыток посмотреть на русскую историю и сделать предположение. Одна из возможных, потому что наряду с ней должны быть и другие. Это лишь взгляд с определенной точки зрения. Это же, по-моему, достаточно большая объяснительная модель, в том числе того, что произошло с властью последние 20 лет. Я провести всю жизнь в науке и теперь понимаю, что никакой большой теории, объясняющей общество в целом, быть вообще не может. Называется это марксизм, или виберианство, или парсинянство, как угодно это может называться. Общество объясняется с помощью целого ряда больших теорий. То есть, я для себя это называю поссибилитистский подход, возможностный подход. Надо посмотреть с этой точки зрения, с этой точки зрения, с этой точки зрения, создать такой вот большой портрет, объемный портрет общества. И вот эта вот русская система, наша концепция, наша гипотеза, она указывала лишь на одну сторону социального развития, политического развития России. А требуются еще, еще, еще другие подходы, понимаете, какая штука. И это принципиально важно. Я всегда знаю, что у России огромный демократический самоуправлический потенциал. У нас были суды присяжных, когда-то прекрасно работали в середине 16 века. Страшно сказать, но в середине 16 века. Мы знали разные типы федерализма. И до революции 17-го года Россия ведь тоже управлялась. Царство польское так, великая княжесть финляндская так, бухара так, войско донское так. Сибирь по-другому. То есть были различные варианты административного управления. Не было федерализма, но различные административные формы управления уже давали некий плюрализм управления с учетом национальных, климатических, этнических, религиозных возможностей. В этом смысле у нас накоплен громаднейший опыт. В том числе, кстати, и советский. Он не только негативный. Там надо посмотреть многие вещи тоже. И тоже даже советский федерализм, о котором презрительно говорят. То есть у нас богатейший опыт не только поражений, но и побед, и достижений, которые можно использовать, они есть. Ну, то есть воспроизводство не автоматически вот этой системы власти. А ничего вообще автоматически не воспроизводится. История открытый процесс. История открытый процесс. И 10 тысяч москвичей, которые стали 19 августа вокруг Белого дома, 91-го года, и сказали мне, ничего не будет. Они изменили историю. Они изменили историю. Это не идеалистический взгляд. Но они изменили историю тогда, как вы говорите, когда миллионы людей образованного класса готовы были к этому. Но было вот такое активное и смелое мечтало, которое сказало, нет, не будет больше диктатуры. Ее не стало. Ну да. Вы знаете, здесь, подытоживая наш разговор, понимаете, тема невероятно острая и неожиданно очень актуализировавшаяся. То, что казалось нам какими-то такими забавными художественными штуками, да, антиутопиями. Вот, скажем, Борис Годунов, то, что Владимир Мерзоев сейчас делал, Борис Годунов в современных декорациях. Год назад у нас, как же, об этом был эфир как раз с Мерзоевым и Сухановым. И неожиданно, так сказать, Боярь ездит на Мерседесах, говорят по мобильному телефону, там, Парфенов перед на телекамеры, Дьяк, читающий, Щелкалов. И то же самое, вот, скажем, пару лет назад Сорокин писал. Да, конечно. То, что День опричника. И неожиданно вот эта вот актуализация царского. И еще более раннее Войновичи, Москва 2042, 2042 год, еще более раннее, 80-е годы написано. Вот, вы знаете, за последний год, по-моему, как-то вот эти все антиутопии, мы их все время вспоминаем, а они как-то оказываются невероятно актуальными, глядя на то, что происходило, я не знаю, с Пусси Райд, глядя на вот этот новый клирикализм, который поднимает голову на то, как ведет себя власть. Так что вот в этом смысле то, что говорит Юрий Сергеевич, очень важно. Вот то, что мы видим, как антиутопия реализуется и что у нас действительно будет, а через несколько лет Белый Царь, и мы оградимся великой русской стеной. Не будет, не будет. Вот, да, вот я здесь слушаю советы историка, и действительно нет никакого автоматизма в самовоспроизводстве русской системы, и действительно, может быть, надо вспомнить, те 10 тысяч человек, которые вышли тогда в августе 91-го года к Белому Дому, изменили ход истории, потому что все-таки субъектом русской истории является русский народ, а не какой-то богом данный. Вне всегда сомнений. И у нас не должно быть никакого комплекса, мы не хуже других абсолютно. Это прекрасное завершение нашей программы. Я благодарю Юрия Сергеевича Пивоварова, академика Российской академии наук, директора Института научной информации по общественным наукам, за пультом Иван Куприянов, продюсер программы Дина Трубовская. Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи.